Здравствуйте, друзья! Сегодня мы пообщаемся с олимпийским чемпионом Николаем Александровичем Сидоровым. Николай Александрович, олимпийский чемпион, Олимпиады 80 в Москве, в беге 4 по 100, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Николай Александрович, добрый день! Добрый день! Если смотреть на ваш послужной список, то видно, что вся жизнь связана с легкой атлетикой. Но ведь начинали вы не с этого вида спорта, на самом деле? Как все произошло? Мы как начинали раньше? Во дворах играли в футбол, в хоккей, физкультура в школе. В детстве два раза поступал в футбольную школу молодежи, в Лужниках футбольную, и в шестом классе в спортивный клуб «Динамо». Ну, как-то с футболом не сложилось серьезно. И вот легкая атлетика. Это уже мне шел 18-й год. Ну, а когда пришло сознание, что вот окончательно уже будете заниматься спортом? Ну, 18-й год уже тут решений никаких дальнейших не может быть окончательно. Действительно попал в прекрасный коллектив. Начинал с прыжков в высоту. Был прекрасный тренер в серверсов Анатолий Антонович. Много у него спортсменов и мастеров спорта, и мастер спорта международного класса Володя Абрамова был. Так что очень хорошая группа. Тренировались на стадионе «Серп и Молот». Зимой переходили в манеж МИИ, института. Все было под боком. И учеба, и... В общем, все удобно. В прошлом году отмечали 40-летие Олимпиады в Москве, да? Вроде казалось, это там... Для вас, наверное, это не так давно было, но уже целая жизнь, можно сказать, прошла, да? Целая жизнь. Давно, давно. И многое поменялось в спорте, да? Экипировка, тренировочный процесс, правила в некоторых видах спорта. А как можно сравнить легкую атлетику того времени, да? И сейчас? Насколько поменялось? Существенный скачок. Вот честно. Материальная база, оборудование совершенно другое. Потом немножко в соревновательный сейчас процесс внесено такое шоу. Во многих это там как представляют, как награждают. Вот это... Ну, естественно, экипировка совершенно намного, намного выше. Но вот качество дорожек, оборудование, там, стартовые колодки, маты, там, это все идет только с опережением, конечно. Ну, так же, наверное, как мы, спортсмены 80-х, смотрим на спортсменов 60-х. Вот, наверное, такое вот представление. Ну, вот. То есть другие шиповки, другие там формы, но вот даже другой этот самый весь там обтягивающий, еще что-то. Ну, зачастую в советское время во многих, наверное, видах спорта стать чемпионом СССР было намного сложнее, чем выиграть чемпионат Европы или, может быть, даже чемпионат мира, да, из-за того, что конкуренция была настолько большая. Да, во многих было, но у нас не так. У нас, в принципе, хотя и при огромной конкуренции все-таки 15 республик было, и тем более спринт везде, как говорится, и ребята, и девчата быстро бегать умеют. Но все равно где-то, я считаю, мое мнение, чемпионат Советского Союза был все-таки ниже рангом Европы, мира. Ну, мир тогда у нас только в первый чемпионат мира прошел в 83-м году в Хельсинки. Ну, вот. Кстати, мы там были, заняли третье место после американцев, и уже не помню, кого она вот эта самая в эстафете. Ну, вот. А так Европа все-таки, я считаю, что выше была чемпионат. Хотя конкуренция была большая, вы тут правы полностью. А сейчас, если сравнивать советское время и современную легкую атлетику, конкуренция больше стала или... Российскую? Да нет, намного, конечно, намного упали. И результаты, и это самое... Я вот, ну, сужу не только это самый наш спринт, сужу и другие дисциплины. Все-таки как-то в Советском Союзе были так, развитие легкой атлетики, блочной. Там, ну, грубо, в Прибалтике метание копья, там диско вот такое, как-то у них эти были коронные номера. Там где-то Украина, ну, там прыжки в высоту всегда у них были шикарные, но спринт всегда шикарный. Того же Борзова, если мы вспомним. В странах Средней Азии тоже развивался, там молот, там еще что-то, ну, какие-то беганы. Вот так. Сейчас, конечно, Россия, ну, старается, но мы выступаем, я считаю. Выступаем. Давайте вернемся еще в вашу карьеру профессионального спортсмена. Вы сказали, в 83-м году приняли участие в чемпионате мира в Хельсинки, завоевали бронзовую медаль. В 84-м году, ну, кто со спортом связан, тот знает, что сборная СССР не принимала участие в Олимпиаде, но вы стали победителем соревнований «Дружба». И вскоре после этого уже с профессиональным спортом закончили. Закончили, да. И перешли на тренерскую работу. Как это произошло и думали ли вы изначально, что станете тренером? Может, кто-то посоветовало вам, привел? Нет, тут я же армейский товарищ, ну, вот, в общем-то, носил погоны в то время. И там у нас все здорово. И дослужились до полковника. Да, да, полковник, ну, вот это самое. Ну, в то время занять должность тренерскую в Центральном спортивном клубе армии – это очень сложно было. Ну, вот. Я бы, может быть, конечно, еще бы там годик-два побегал после 84-го года, но, к сожалению, освобождалась должность тренерская. И тут, как бы, в приказном порядке сказали, так, Коля, хватит. Одной медалью больше, одной меньше, но должность может уплыть. Так что вот так пришлось заняться тренерской работой. Тоже прекрасный коллектив тренеров ЦСКА. Ну, и сейчас на позициях ведущих вообще армейский спорт находится. Не только в легкой атлетике. Ну, ведь не каждый олимпийский чемпион становится настоящим таким профессиональным тренером высокого уровня. Ну, можно сказать, что вам это удалось. Вы стали заслуженным тренером России. Вскоре расскажите. Ну, в какой-то мере удалось. Хотя, честно говоря, вот в 84-м году я, да, закончил выступать в большом спорте. Приступил к тренерской деятельности. А в 87-м году меня уже попросили занять пост начальника команды легкой атлетики ЦСКА. И вот тут дилемма. Совмещать тренерство и административную должность стало очень сложно. Несколько лет я попытался это сделать, но потом все-таки пришел к выводу, что надо чем-то одним. Или уходить опять на тренерскую, или чисто администрацией заниматься. Ну, я принял вот такое решение. Стал уже чистым клерком. То есть вы, в принципе, все роли испытали на себе в спорте и в качестве спортсмена, тренера, функционера. Какая ближе в итоге для вас? Вы знаете, они все какие-то родные. Потому что я вокруг легкой атлетики. Вот тут я не могу сказать что-то лучше. Лучше, конечно, с позиции функционера иногда хочется с секундомером постоять на стадионе. А с другой позиции, вот, то есть не могу так сказать. Ну, тренерское тут, конечно, общение с учениками такое близкое, теплое. Ну, вот, функционер – это тоже с людьми общение, но уже как бы они не твои, но это все равно сборная команда. То есть тут все взаимосвязано. И, в общем-то, как-то ступеньки просто подошли, но пришлось переходить на новый уровень. Сейчас, в эти дни, в Московском училище Олимпийского резерва номер один сборная Москвы проходит тренировочный сбор, готовится к финальному этапу спартакиада молодежи России. Вот, понятно, что вы выполняете административную такую роль. Расскажите поподробнее, что именно входит в ваш круг обязанностей. В обязанности этот возраст надо довести до финальной части спартакиада, чтобы выступили ребята успешно. Ну, вот, обязанности, какие идет планомерная подготовка, это уже практически с осенью мы этот возраст ведем, учебно-тренировочные сборы, весной также учебные тренировочные сборы. И сейчас вот на базе первого училища собрали уже практически 90-процентный состав участников, которые сейчас вот отъедут на заключительные соревнования в Брандск, на Кубок России, и мы уже окончательно отберем команду и повезем в Чебоксары на финальную часть. То есть основная задача подготовить спортсменов максимально к конкретному старту. Ну, как вы сказали, в Чебоксарах финальный этап 29 июля по 2 августа. Какая задача у сборной Москвы стоит? Задача первое место. Ниже мы и не ставим. Ну, вот. Надеюсь, что получится. Надеюсь, получится. А расскажите, в своей карьере были ли у вас спартакиады, да? Потому что потом был некоторый перерыв такой, и где-то 15 лет назад уже в России спартакиадное движение возродилось. Да, в каких вы принимали участие в спартакиадах, и насколько сейчас для современных спортсменов, юных, важно, престижно принимать участие вот в этих соревнованиях? Принимал участие на первой своей спартакиаде 79-го года, перед Олимпийскими играми. Они проходили в Москве. Эта спартакиада, кажется, вынос был паруса, что ли, в Таллину. Вот сейчас не могу точно сказать. А так вся спартакиада по всем видам спорта проходила в Москве. А сегодня спартакиада принимает посланцев 84 стран мира, более 2000 спортсменов всех континентов. Вспыхнет огонь, и вступит в борьбу 12 с половиной тысяч спортсменов из 100 миллионов боровшихся за право участвовать в финальных стартах. КОНЕЦ Добрый путь, спартакиада. Такой тогда был формат. Сейчас немножко другой поменялся. Сейчас виды по разным городам и в разное время. Ну, ничего страшного. И тогда было еще впервые, наверное, на спартакиада народов СССР допустили иностранных спортсменов участвовать. В 79-м году приехало много спортсменов с разных стран. И тоже их допустили в участии в спартакиаде. Вот тогда. Ну, это был тогда грандиозный праздник, такой общий. Такая мини-олимпиада. Все было, конечно, 15 республик, плюс иностранные спортсмены. Все это солидно по многим видам спорта. Открытие, закрытие. Здравствуй, Олимпиада! 83-й год тоже самое принимало участие в спартакиаде народов СССР. Даже тогда доверили с Людой Кондратьевой, тоже олимпийской чемпионкой в беге на 100 метров, нести факел. Факел мы принесли. Очень такое приятное и торжественное, почетное обязанность по стадиону, от которого зажгли огонь спартакиада. А дальше уже участие в спартакиадах, кажется, 86-го года. Но вот это уже в качестве тренера, функционера вот так вот. Формат, конечно, поменялся. Немножко, мне кажется, вот такой пышноты праздника стало меньше, конечно. Ну вот, просто чистые легкоатлетические соревнования. Ну, тоже хорошо, хотя бы так. Ну, понятно, что задумка была, да, как вы сказали, проведение спартакиад в формате мини-олимпиад таких. И первые спартакиады учащихся и молодежи России, я по себе помню, в 2004-2005 году, они проходили, как правило, в одном, ну, как минимум, субъекте. Ну, за исключением, может быть, некоторых видов спорта. Сейчас, ну, почти все виды спорта, там, как вы правильно, да, сказали, в разных совсем регионах проходят. Так вот, как вы считаете, может быть, есть смысл для самих спортсменов соревноваться в одном городе? Понятно, что организовать это сложнее намного. Понятно, проживание, питание, все это не так просто. Но вот этот дух, как бы, будущего олимпизма, может быть, который закладывается, да, в спартакиаде, может быть, для спортсменов юных было бы интереснее. Может быть, может быть, может быть, ну, тут дилемма, как бы. Вот с одной стороны, может быть, это самое, конечно, собрать всех едино в одном, сделать общий праздник, особенно для молодых спортсменов, там, как они сейчас любят выражаться, потусоваться, это тоже общение, это хорошо. Но с другой стороны, раскидали по городам, представляете, тоже для других территорий, как это все-таки посмотреть, тоже плюсик есть. В плане развития, может быть, да. Развитие, да, видов спорта, там, это самое, где-то там велосипед, где-то легкая атлетика, где-то футбол, там, еще какие-то виды. То есть разбросать, тут тоже есть свой плюс. Ну, пока вот в таком формате проводим. Что будет дальше, не знаю. Ну, вот в этом году проходит спартакиада молодежи России. Именно в легкой атлетике примут участие спортсмены до 20 лет, там, 17, да, там, где-то 3 года рождения. То есть зачастую это уже выпускники спортивных школ, да? Да. И те спортсмены, у которых, ну, назрел, наверное, главный вопрос перехода из детско-юношеского спорта во взрослый. Насколько остро стоит вот эта проблема, вот этого перехода в легкой атлетике? И как его пытаются решать? Наверное, самый острый. Ну, вот, вот, честно говоря, для меня даже немножко вот, ну, сейчас вот я многого не понимаю, как вот спортсмену удержаться на пойти дальше, улучшить свои результаты. Я объясню, в чем раньше, вот, советская система была многоступенчатой. То есть, согласно своему МССУ, ты был на каком-то уровне, дальше вот даже, ну, грубо возьмем, любое общество, вот даже не армейское, вот, я начинал в труде. Это было МГС труда, там, подняло результаты, уже был ЦС, Центральный совет труда. Дальше, там, ты поднялся еще куда-то, ты уже в сборной в какой-то, в юниорской, там, вот, молодежной тогда не было, или уже в сборной основного состава, понимаете. Сейчас этот переход, мне кажется, большой разрыв, и спортсмен, вот, который не успел себя проявить в этом возрасте, в молодежном, и вот тут вот удержать спортсмена очень сложно. Все-таки ребята уже, они как бы еще и не взрослые, и в то же время уже не молодые. Тут как-то надо и личную жизнь устраивать, и учеба, и, ну, вы понимаете, ну, и вот, и нужно результат. А результат, это тоже материально-техническая база должна соответствовать, условия соответствуют. Из-за этого многих спортсменов теряем. Вы сказали про многоуровневую систему подготовки в советское время, да? И, если я правильно понимаю, что как раз спортивные интернаты играли большую роль в этом. А насколько сейчас вот училища Олимпийского резерва важны? Очень важны, очень. Ну, вы сами представляете, здесь люди учатся образование, раз, ну, без этого никуда. Тренируются, два. Ну, вот, конечно, вот мое такое мнение, если бы еще была бы под легкой атлетикой база здесь, легкой атлетической, в шаговой доступности, это вообще бы был бы мировой рекорд. Потому что все-таки час-полтора добираться до тренировок туда-сюда, а иногда спортсмены, да не иногда, а многие по два раза это делают, но вот это все-таки лишает. Но, к сожалению, у нас сейчас в Москве своего стадиона нету, легкой атлетического. Вот это, я считаю, большой ущерб, большой для легкой атлетики московской. Не знаю, строит стадион «Москвич». В принципе, шаговая доступность от метро, но сумеем мы поладить с другими видами спорта и отдадут его в наше распоряжение, не знаю пока. Ну, то есть, легкой атлетике надо еще конкуренцию, некую такую с другими видами спорта выиграть. Казалось бы, королева там спорта, да, но не так все просто. Ну, нельзя, если футболисты играют на газоне и тренироваться, то есть тут несовместимы тренировки. Мяч вылетел или там, ну, просто тут что-то одно должно быть. Или футбол, или регби, или легкая атлетика, ну, там, ну, естественно. То есть, стадион должен чисто легкоатлетись. А если еще принять во внимание метания, такие страшные у нас есть, как молотые, это самое, это вообще организовать это самое, ну, это можно человека и убить, не дай бог, несчастный случай. Это должна быть структура абсолютно вот такая. Ну, будем надеяться, что стадион у нас когда-нибудь свой появится в Москве, и тогда это существенно поднимет развитие легкой атлетики, я имею в виду, вот, мастерство спортсменов. Вот опять-таки, возвращаясь в советское время, ведь многие стадионы были такими... Ну, многофункциональными. Многофункциональными, да. Ну, вы знаете, как-то их то ли было много тогда. Не знаю, вот я и на «Динамо» мы тренировались в свое время, даже застал еще гаревую дорожку. Как-то ни мы футболистам не мешали, ни они нам. Ну, вот, как-то не знаю, может быть, от этого. Сейчас вот парадокс. Три прекрасных дорожки в Лужниках, три, соответствующие всем параметрам, это самое, международных, это восемь дорожек по кругу, там, это... Но мы их использовать почему-то не можем. Просто парадокс. Вот не знаю, почему. Во-первых, не оборудовано ничего, другие виды спорта там занимаются, мы как-то в это, в таком положении. Раньше такого не было. Не знаю, вот проблем с ленировками, ну, вот это самое, не возникало. Ну, вот раз многофункциональные стадионы в советское время были, да, и вы говорите, уживалась легкая атлетика с футболом спокойно, да, но сейчас и в связи с проведением крупных соревнований у нас в стране по футболу появилось большое количество чисто специализированных футбольных стадионов, да, не повлияло ли это как-то в целом в стране на материально-техническую базу для легкой атлетики? Ну, очень повлияло. Ну, если основной стадион у нас забрали лужники и дорожки, там не стало. Хотя первоначально был проект, как-то там трибуны должны сдвигаться, выдвигаться, дорожки освобождаться, но, видимо, посчитали, что это очень дорого и нецелесообразно. Ну, вот сделали просто футбольный стадион. Ну, я вам говорю, что сейчас вот стадиона в Москве соответствующего международным требованиям нет в данный момент. Про спортсменов, про спортивный резерв, про тех ребят, которые в спартакиаде молодежи вот примут участие, вы затронули такую тему, что важна роль образования, да? Нет ли такого ощущения, что вот тот тренд обязательного получения именно высшего образования, он уже сходит постепенно, и люди понимают, что и со средним специальным образованием, профессиональным образованием, да, можно устроить свою карьеру в будущем и после завершения именно активных занятий спортом? Да нет, я бы не согласился с вами. Мне кажется, наоборот, сейчас даже молодые люди как-то стремятся именно к высшему образованию, вот честно. Может быть, раньше даже такое было, что можно там как бы средне закончить школу тренеров, пойти там еще куда-то, а сейчас, мне кажется, во главе угла все равно стоит высшее образование. Просто тут, может быть, вопрос стоит в другом формате, что пойдешь ли ты по спортивной стезе, или ты, многие же учатся совершенно в других этих самых областях. Вот у нас есть один мальчик, он вообще там физик-ядерщик, вот, и серьезно, и занимается, приходит после тренировки. Ну вот, сейчас даже на соревновании возил его на обратной пути, он один сидит, читает книгу в аэропорту. Вот, понимаете? Ну, мне кажется, нет, все-таки молодые люди сейчас вот спортивно, вот, все-таки на первом, мне кажется, хотят получить все равно высшее образование. Иного пути нет просто. На днях стартует 32-я Олимпиада летняя в Токио. За кем будете следить? Кроме легкой атлетики, может быть, у вас есть еще какой-то вид спорта, за которым, ну, вместе со своим основным, конечно, будете наблюдать пристально? Ну, естественно, буду, во-первых, ну, за всеми наблюдать, это однозначно. Ну, там уж как получится, хотя сейчас по телевизору можно все вернуть и посмотреть, и из памяти, в общем, проблем нет. Ну, естественно, буду болеть за наших спортсменов. Тоже коронавирус сделал свою поправку, будут без зрителей. Такие соревнования, я даже не знаю, как их обозвать, но я не представляю, как выступать без трибун. А вам приходилось когда-нибудь без зрителей выступать? Вот только тренировки. А так, ну, хоть минимальное количество зрителей, но все равно присутствовало. А тут же вообще это... Не знаю, как будут выдающиеся спортсмены. Вот как раз если вспоминать Олимпиаду в Москве, когда 100-тысячный стадион входишь, вы не представляете, какая аура в этой чаше. Ну, вот когда все ждут какого-то этого самого, ну, вот не только от меня, вообще от спортсменов. Ну, вот. И тут, конечно, еще такое возникает, как бы не подвести перед народом, перед зрителями, перед родными, близкими. Ну, вот. То есть тут двойная ответственность такая. Ну, вот. Хоть и говорят, дома стены помогают, но мне кажется, выступать дома сложнее гораздо. Гораздо. Когда столько глаз на тебя смотрят. Ну, вот, к сожалению, в Токио будут такие соревнования. Посмотрим, что из этого выйдет, но болеть буду за всех. Есть, конечно, какие-то виды боли, это самое, но такие близкие к нам, с которыми мы там на сборах больше общаемся. Ну, вот это самое. Вот какие, например? Ну, летние, как, знаете, как раньше, это самое, вот, стояли, когда получали там в спортивном клубе зарплату. Ну, вот, народ собирался, и мы там со многими видами именно в этой очереди встречались за зарплатой. Ну, вот, и там кто-то хорошую фразу обронил. Говорит, мы зимники всегда ищем, весь год ищем снег, а вы, лёгкие атлеты, всю жизнь ищите солнце. Вот так вот, понимаете? Так что, конечно, ну, вот, есть свои виды спорта, там кто-то из знакомых, особенно, ну, вот, из тренеров, там, ну, вот, кого-то наготовят, буду за них обязательно болеть. Очень нравится гимнастика художественная, очень нравятся прищепки наши ведущие, вот эти, ну, вот, конечно, великолепно выступают, буду держать за них кулачки, желаю им успеха, ну, вот, и показать свои наилучшие результаты. Плавание, циклические виды наши, ну, вот, очень, только они вводимы на дорожке. То же самое, буду болеть, ну, вот, ну, естественно, игровые, они заводят. Ну, вот, вот, девчата сейчас вчера показали гонбол, готовятся наши олимпийские чемпионки, ну, вот, там, Вяхерева вернулась после травмы, это самое, ну, вот, будем тоже за них болеть. Хотя конкуренция там будет огромная, и каждый матч это сердце вылетает, ну, вот, вылетает. Пожелаем, конечно, нашим спортсменам удачи, больше медалей, и понятно, что все ждут, когда мы все вернемся к обычной нормальной жизни и к соревнованиям со зрителями, со стопроцентной заполняемостью стадионов. Ну, все-таки жизнь поменялась, да, и наверняка есть изменения подготовки спортсменов. Вот уже больше года мы живем, ну, по сути, в другой реальности, можно сказать. Как в связи с этим поменялась и подготовка спортсменов? Ну, существенно, существенно. Но этот год уже, в принципе, мы так в норму входим, а прошлый был это, когда мы сидели на карантине, и когда кто-то дома выкладывал там онлайн ролики, кто-то на даче, на приусадебном участке пытался что-то изобразить. Ну, вот это, конечно, это были неполноценные тренировки, кто-то ходил поздним вечером в парке, там еще одно вот это самое, ну, это, конечно, внесло существенный корректив в подготовку спортсменов. Этот год полегче, но все равно, видите, как движемся, то опять поднялось, вот сейчас вот это самое, ну, вот там общение меньше, конечно, стало, там маски, масочный режим, ну, вот, прививки, все это. Ну, надеемся, что будет все хорошо, победим мы это, зараза, я думаю, что и выйдем на прежний уровень, будем тренироваться в своем формате, как и обычно тренировались. Ну, легкая атлетика, вид спорта, который развивается в нашем училище с года образования, да, следите ли за спортсменами Московского училища Олимпийского резерва номер один по легкой атлетике, может, кого-то уже выделить, можете? Ну, много спортсменов, вот даже сейчас наши, это самое, там, и Тарафимец Снежана, ну, вот, и метательница девчата, ну, вот, на первых, на ведущих ролях, ну, вот, это самое. А вообще за время, ну, вот, через прошло много спортсменов наших. Это такое подспорье, ну, вот, именно московской легкой атлетики, когда человек может жить, питаться, тренироваться, учиться, все в одном это, как говорится. На данный момент, мне кажется, это идеальный вариант для молодого спортсмена. То есть, все под рукой. Ну, в этом году Московскому училищу Олимпийского резерва номер один исполняется 50 лет, и в связи с этим, что бы вы хотели пожелать спортсменам, тренерам, сотрудникам, воспитанникам, как поздравить их? Ну, 50 лет – это такая дата, представляете, такая, ну, вот, шикарная дата. Конечно, всех, ну, прежде всего, административный аппарат училища во главе с директором, потом преподавательский коллектив, ну, вот, спортивный, тренерский. И всем пожелаю здоровья, прежде всего, и дальнейшего, ну, вот, соответствия училища, нести флаг этого заведения достойно. И я думаю, что это будет только улучшаться. Поздравляю от всей души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова